Приобрести продукцию местного производителя жители поселка Солнечный могут теперь рядом с домом. На пересечении улиц Топольчанская и Антонова открылся новый сельскохозяйственный рынок. Его площадь рассчитана на 250 торговых мест. На открытие побывала и наша съемочная группа. Раньше, говорят местные жители, здесь была лишь торговая площадка, которую по осени буквально брали штурмом. Теперь на этом месте построен современный сельскохозяйственный рынок. Второй в своем роде. Первый уже давно функционирует в поселке Юбилейный. Мы живем рядом здесь и ездили сюда. Ну, конечно, здесь было очень грязно, а сейчас просто очень хорошо. Мы давно ждали такой вот магазин и рынок, все в одном. Благоустроить территорию мало, говорят власти. Основная цель была создать торговые места, где бы смогли реализовывать продукцию местные сельхозпроизводители. Ее пока только недавно запустили, она еще не отдышалась. А так они плавают. Сомики, все. Сомики, да. Практически по максимуму замещаются. Что вырастили сами, то и продают. Именно к таким условиям давно стремятся чиновники. Ведь в магазинах много товаров из других регионов. Причем закупают их по одной цене, а продают в три дорога. Мы максимально вот это убираем, логистику сокращаем. От поля до прилавка. И вот этой цели и задачи будем, конечно, преследовать для того, чтобы выбор у наших жителей был. И лозунг «Покупай саратовский» не просто там пролоббировать кого-то. Это на самом деле, чтобы был выбор. А выбор по всему ассортименту. Колбасы, сыры разных сортов, хлебобулочные изделия и бакалея. Большой ассортимент и приемлемые цены. Особенности рынка. Но главный аргумент за это качество. У нас буквально берем немножко и продаем немножко. То есть свежее, чем на рынке, в магазинах люди не купят. И мне кажется, они это уже понимают. И поэтому за колбасой идут именно на рынке. В магазинах, ну там завалено и все. Там в магазинах плохо, конечно. Здесь посвежее, естественно. Из всех товаров, представленных на рынке, лишь небольшая часть производится за пределами региона. Остальное – саратовское. Нужно еще немного времени, говорят чиновники. Тогда область сама сможет себя прокормить.